Успеть за несколько недель. Такую задачу поставили рабочим на платформе Красногорская. Все лето, осень и уже даже зиму на этом оживленном остановочном пункте пассажирам буквально под ногами мешаются люди в спецовках, строительные материалы и все прелести капитального ремонта. Процесс затянулся, жалуются красногорцы. В парижском направлении у нас ведется ремонт нескольких станций. Существуют некоторые проблемы с окнами. Чтобы заменить несущие конструкции, нужно обязательно технологическое окно. Наши подрядные организации работают в ночное время и не хватает этих окон сразу произвести работу на пяти станциях. Поэтому те станции, которые находятся на территории Москвы, были сделаны в первую очередь. Критериями для проведения капремонта является интенсивность пассажиропотока и износ конструкций на станции. Здесь он достиг 60%. Последний раз реконструкция была полвека назад. В первый поезд 2016 года красногорцы должны уж точно вступить с обновленной платформы. По графику мы подписываемся, это 15 декабря. Думаю, что мы успеем. В общем, мы оптимистично настроены по данной станции. Хотя, если посмотреть, видите, рабочие работают две смены. И днем они делают то, что возможно, чтобы проход пассажиров и ночью. В настоящий момент уже заменены плиты перекрытия и опорные блоки. Сейчас завершающая стадия, говорят подрядчики. На платформах осталось положить асфальт, заменить забор на одной стороне и установить малые формы. В центральной пригородной пассажирской компании обещают новые лавочки, информационные стенды и энергосберегающие светильники. Однако после завершения ремонта рабочие уйдут ненадолго. В связи с увеличением жителей Красногорского района и как следствие увеличения пассажиропотока на остановочном пункте Красногорская, Апалиха, Нахабина планируется в 16-17 годах устройство турникета. Два миллиона человек в год – таков пассажиропоток на станции Красногорская. Это статистика билетных касс. Плюс 10% ездят с зайцами, говорят перевозчики. Цифра эта вскоре, видимо, уменьшится. Анастасия Евставьева, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.